Всем привет! Меня зовут Даша и я хочу сегодня рассказать о своем опыте работы с карандашами Vista Artist. У меня на обзоре линейка Gallery. Производитель отмечает, что это профессиональная серия и оценивать я буду данные карандаши соответственно. Прежде чем мы приступим, я хочу, во-первых, поздравить всех с началом года и пожелать самых классных, добрых, светлых моментов жизни, разумеется, вдохновение и чтобы все мечты сбывались. Во-вторых, я хочу сказать, что я очень по вам по всем соскучилась и в этом году я буду стараться делать и видео чаще. Очень жду всех в своих социальных сетях, у нас там ламповое, интересное, ну и полезное. Итак, у меня набор из 36 штук, представлены карандаши в картонной коробке, есть какой-то определенный намек на soft-touch, но он какой-то слабенький, честно говоря. Название продукта и логотип, частично кроме буковки А, выбитой серебряной краской. На мой вкус это не дает, наверное, эффекта вау, как-то не добавляет ни стоимости упаковки. Ну, в общем, ни горячо, ни холодно. Что вы думаете по этому поводу? Просто интересно ваше мнение со стороны дизайна. Ниже мы видим галстук и здесь есть фрагмент иллюстрации. Смотрится это очень симпатично. Мне нравится выбор рисунка, но немного не хватает насыщенности. Возможно, она сбилась при печати. На обороте представлена техническая информация, часть которой я зачитаю. Галлари – это серия высококачественных художественных материалов и инструментов для профессиональных работ. Цветные художественные карандаши серии Галлари изготовлены из качественной химически необработанной древесины липы и мягких грифелей. Высокое содержание пигментов обеспечивает глубокую насыщенность оттенков. Карандаши прекрасно смешиваются, создавая плавные переходы между цветами. Диаметр грифеля карандашей 4 мм, что создает дополнительный комфорт при штриховке и обеспечивает легкую заточку, а высокая светостойкость позволит надолго сохранить ваши работы. Далее есть информация об адресе и контактах производителя, есть адаптации на другие языки. Кроме того, есть еще цветные маркировки. Отмечено, что данные карандаши сделаны в России. И я заметила такую странную тенденцию в комментариях, когда на обзоре продукты именно российского производства будто бы возникает острая необходимость закрывать глаза на некоторые минусы. И нужно быть априори в восторге от того, что у нас что-то производится. Скажу честно, я не согласна с этим. Я все-таки за честность и прозрачность в этом вопросе. Мне не важно, из какой страны вообще материалы, мне главное, чтобы они были классные. И оцениваю я исходя из своих потребностей. Я с огромным восторгом, невероятным уважением всегда отношусь к брендам моей страны, которые умудряются в легкие, ну и не очень времена, производить что-то классное. Потому что для нас, как для потребителей, качество и доступность это очень важно. Поэтому давайте опустим этот вопрос и не будем уже к нему возвращаться. Ну, я на это надеюсь. Чтобы удобно было открывать упаковку, производитель придумал для нас ярлычок. Это классное решение, вполне удобно этим пользоваться. Да и коробочка прослужит уж точно дольше, чем мы бы это делали по старинке. Вот так вот без него бы открывали туда-сюда вот эту часть. Внутри была двусторонняя выкраска на плотной бумаге, с легкой текстурой. Я выкрасила карандаши и сразу отправила в свою техническую тетрадь. Вот она. Собственно, она представлена, как я уже сказала, и здесь, и здесь можно заполнить, но я не знаю, зачем это надо. Я вот одну сторону заполнила. Мне это, в принципе, хватило. Сначала давайте рассмотрим карандаши Vista Artista Gallery по отдельности и дальше уже пойдем по всем нашим привычным критериям оценки. Итак, корпус карандаша прокрашен полностью краской, я бы сказала, в холодный темно-бордовый цвет. Я не очень люблю прокраску корпуса, если она не соответствует цвету грифеля. Например, до сих пор удивляюсь выбору цветов у разных линейк Derwent, хотя у Lightface все идеально. Итак, на корпусе карандаша есть цветовая насечка, есть номер и название, но они растянулись практически на половину карандаша. Я сразу скажу, что вот это вот дело со временем сточится. Для примера я сейчас возьму самый короткий карандаш, который на данный момент у меня в арсенале, и вы можете увидеть, что примерно вот на вот этой такой уже длине, когда в принципе еще можно рисовать, причем через удлинитель, либо так просто в руке держать, вот это дело довольно быстро сточится и останется уповать только вот на цветовую маркировку. Есть логотип, есть название линейки, есть еще отметка VGCP, но я не знаю, что это такое. При попытке поискать в интернете вывезла только Витебская городская центральная поликлиника и ссылки на покупки этих карандашей. Если вы знаете, что это значит, я буду очень рада, если вы меня просветите. Также на карандаше есть штрих-код для поштучной продажи и надпись «Россия» на английском языке. Карандаш сам по себе очень легкий, он прям невесомый практически. Когда берешь его в руку, первое ощущение как-то чудно, наверное, хотя в принципе к этому довольно быстро привыкаешь. По ощущениям данный карандаш тоньше, чем все мои привычные фавориты. Для сравнения сейчас возьму несколько. Хотя конечно на камеру это довольно субъективно, хотя может быть невооруженным взглядом это будет заметно. По мне, наверное, они максимально похожи по диаметру на карандаши Prismacolor. Да, вот они схожи. Такой диаметр мне неудобен, потому что рука может довольно прилично уставать, если рисовать довольно долго. На одной из цветовых маркировок встретился небольшой брак. Такой вот кокушоночек пристроился и его, наверное, никак не сковырнуть. Впрочем, он не особо мешает в процессе рисования. Это скорее чистый эстетический момент. Тем более, когда заточка дойдет до этого места, держать тут все равно не получится. Понадобится удлинитель карандаша. А вот к проклейке карандашей у меня есть несколько вопросов. Практически все карандаши имеют расслоение той или иной степени, особенно это хорошо видно, если посмотреть на карандаши сверху. Я не скажу, что в процессе рисования при заточке я увидела, что данная расслойка расширяется прямо на всех карандашах, но все-таки на некоторых она стала шире. Именно после уже рисования, когда несколько раз карандаш заточила, собственно, он в эксплуатации побыл. И, увы, этот момент, да, стал более явно заметен. Такие ситуации я наблюдала только у некоторых карандашей из Китая, но не в таком большом количестве. То есть, примерно 1-2 на наборы 120 штук. От визуального осмотра хочется плавно влиться в разговор о качестве, тем более уже зашла речь про проклейку. Данные карандаши я бы не стала называть мягкими. В моем наборе практически все карандаши твердые, тверже, чем Дейли и Файнанола. Хотя есть несколько представителей средней мягкости, которыми работать было, ну, наверное, чуть более приятно, чем остальными. Хуже всего повели себя на бумаге бежевые оттенки, голубой тоже не самый дружелюбный, а вот красные оттенки и рыжие с коричневыми, ну, вполне себе. На разных типах бумаги карандаши ведут себя абсолютно по-разному. Изначально я взяла в руки плотный брестоль, и я его сразу отложила в сторону, потому что карандаши Vista Artista скользят по ним буквально как по маслу, смазываются, не слоятся и вообще не выдают абсолютно никакой более-менее адекватный результат, по крайней мере, чтобы я продолжила рисовать. Следующая проба состоялась на бумаге Clairefontaine Paint On. Да, нарисонок у меня уже выкупили, но у меня есть видео процессов рисования. На данной бумаге дело пошло чуть лучше, но сложности в рисовании вот все равно есть. Я отметила тот факт, что на третьем плотном слое карандаши начинают образовывать восковой налет. Они просто не хотят ни смешиваться, ни набирать тон. То есть, если вы захотите добавить на третьем слое глубокие тени, то об этом можно смело забыть. Более-менее, если приноровиться, это удастся сделать только на базе из двух буквально прям полупрозрачных слоев. С отдельными цветами повторилась ситуация, которую я словила с карандашами марка. При попытке понаслаивать новый слой прям нещадно уничтожал предыдущий и оставлял еще какие-то противные вкрапления, которые никак не дают получить однородное наполнение области цвета. Раздражает такое, конечно, лютейшее. И сразу как-то теряешься, потому что нет возможности это исправить, кроме как стирать все под ноль. А тут тоже есть свои нюансы. Карандаши Vista Artista стираются, конечно, но они прям очень не хотят это делать и помогает здесь электроластик. Также карандаши имеют свойство пылиться, если рисовать на среднем нажиме и плотном заполнении цветом. Таким грешат, в принципе, многие карандаши, поэтому работать всегда стоит аккуратно. Я всегда советую смахивать частички грифеля кисточкой и ни в коем случае не рукой, потому что есть шанс размазать и испачкать работу. Финальные тесты я провела уже на бумаге для графики плотностью 160 грамм. Это самая простая бумага, которая часто используется для спиртовых маркеров в том числе. Фактура в ней прям едва-едва уловимая. Встретить такую можно в скетчбуках российского бренда Polinom. Я, кстати, очень люблю бумажную продукцию. Вот идеальное сочетание цены и качества. И в данном случае могу сказать, что рисование было чуть-чуть более комфортно, но впечатления от работы как профессиональным материалом, ну вообще его нет. Это, к сожалению, очень-очень грустно. В плане яркости все спокойно, цвета нейтральные. Для меня это скорее плюс, чем минус. Но вот насыщенности хотелось бы больше в случае набора ее от слоя к слою. С коричневыми и рыжими в данном наборе проще. С белочкой удалось добавить насыщенности, но в итоге все равно было ощущение, как будто смотришь на нее через какое-то мутное стеклышко. Я не понимаю, что это за эффект такое, как это исправить. В процессе заточки несколько карандашей поломались. У одного крошился грифель. Скорее всего, это была внутренняя поломка, которая, в принципе, в процессе рисования и стачивания карандаша сошла на нет. Кстати, я совсем забыла упомянуть, что если при попытке уплотнить слой и пройтись как-то вот не по фэншую, то можно получить проплешину, которая возникает совершенно рандомно. Я вообще не знаю, с чем это связано. И поможет тут только электроластик, либо ластик с высокой абразивностью. Последним надо быть максимально аккуратным, потому что можно повредить бумагу. На рисунке Скорги я очень хотела сделать толстовку ярче. Я, разумеется, хотела добавить сюда теней, потому что без них как-то немножко плоско это все дело смотрится. И я попыталась... Тут уже отмечу два слоя, такой средней, наверное, плотности, то есть не слишком чрезмерный нажим, но и не полупрозрачный, как, например, я рисовала низ. Так вот, я попробовала начать рисовать эти тени вот в этом месте. И вместо какого-то равномерного нанесения, у меня какие-то два прочерка таких получились длинных и просто какая-то грязь. Поэтому я даже не стала пытаться дальше это все дело тонировать. Я, в принципе, ставила так, как оно есть. Поэтому с учетом брака проклейки, свойств смешивания и наслаивания, в целом комфорта в работе других описанных выше аспектов, я ставлю за качество две звезды. Первая звезда за сносные коричневые рыжие цвета, которые мне позволили сделать хоть что-то. А вторую звезду ставлю за то, что на бумаге с легкой фактурой некоторые карандаши довольно хорошо и мягко ложатся, хоть и в один слой. Я вот именно про толстовку. Прям довольно неплохо наносился цвет, так что здесь особых проблем каких-то не было. В палитре у меня чуть меньше вопросов, но все-таки они есть. Мне, например, очень не хватало дополнительных серых цветов. Как вы можете видеть, в моем наборе с 36 штук он один. Я бы смело пожертвовала одним из синих, тем более здесь есть довольно схожие цвета, я бы что-то из красного бы отдала. Ну, получить хотя бы один, хоть один потемнее серый оттенок. Я бы смело вообще бы отдала бы белый и при этом я бы даже о нем не вспомнила, потому что я забегая наперед скажу, что он никакой. И можно только в соло порисовать на тонированной бумаге и я ему сразу сейчас скажу, что ставлю одну звезду именно за это. Он не блендерит, не осветляет, он просто никакой. Но возвращаясь к палитре, я скажу, что в целом она неплохая. Ну, то есть можно как-то выкрутиться. Если отбросить свойства самих карандашей, то, наверное, можно за палитру поставить 4 звезды. Что касается мягкости, то, дополняя свои слова в начале видео, я могу сказать, что это одни из самых твердых карандашей, которыми я когда-либо работала. В принципе, что я вообще закладываю в это понятие? От мягкости зависит очень многое. Как карандаш отдает себя бумаге, как он смешивается, как наслаивается, как позволяет создавать синергию с другими материалами. Быть чрезмерно мягким, ну это тоже плохо. Но быть твердым для меня, наверное, это еще хуже. Опять же, для особенностей моего рисования твердые карандаши это залог уставшей руки, блеклой иллюстрации и очень паршивого смешивания карандашей. Я просто не могу достигнуть тех результатов, которые я хочу. И меня это очень огорчает. У меня уже был обзор на твердые карандаши марка, которые я уже упомянула чуть раньше, и Vista Artist мне их очень напоминает. Только несколько цветов я бы отметила как средние по мягкости. Они однозначно тверже, чем Faber Castell, но немного мягче, чем, например, Deli. Если вам нравятся твердые цветные карандаши, то этот вариант вам подойдет. Но мне точно нет. Исходя из такой твердости, карандаши Vista Artist просто не могут мне дать того, что мне нужно для рисования привычных иллюстраций. Ну, там, например, зверюшек в реализме и так далее. Это технически невозможно и сразу чувствуется, когда буквально первые штрихи делаешь. Я вспомнила, пожалуй, карандаши, которые намного тверже, чем Vista Artist. Если вы бывали в Ситерст... И еще один дружочек сразу пришел. Ну так им всем надо. Ну так им всем надо, да, когда я видео записываю. Поздоровайся и иди гуляй. Так вот, если вы бывали в сети ресторанов Вареничная номер один, то, наверное, могли видеть на столах стаканы с карандашами для посетителей с детьми. Ну, не только там. Специально распечатаны бумажки, можно в Москву бой поиграть, ну, крестики-нолики и так далее. Так вот, вот эти вот карандаши из Вареничной номер один тверже, наверное, раза в два-три, чем Vista Artist. Ну, ладно, это я отвлеклась немножко не на то. В общем, за мягкость я поставлю одну звезду, как раз вот из-за рыжих оттенков и коричневых, которые мне помогли нарисовать корги и ранее белочку. А вот за расход можно, в принципе, поставить и три звезды. Я одну снимаю за брак заточки, вторую за испорченный грифель. В остальном все вполне себе спокойно. С такой твердостью расход, наверное, не может быть каким-то неадекватным. А вот с доступностью здесь порядок. Карандаши есть продажи наборами, есть поштучно. Одна штука стоит в гипермаркете Леонардо 65 рублей на момент записи видео. Сейчас 18 января 2024 года. Стоят ли они своих денег? Ну, мой набор обошелся мне все время в 1700 рублей. Сейчас на зоне его можно приобрести за полторы тысячи. Сейчас его можно приобрести в том же Леонардо за 1500 рублей. Так вот, для сравнения, за эти же деньги, но уже 72 штуки, можно купить на Алиэкспрессе карандаши Брутфунер. Они, кстати, стали для меня просто открытием. Идеально подойдут тем, кто хочет начать рисовать цветными карандашами, тем, кто любит раскрашивать, тем, кому в принципе сейчас сложно по бюджету. Они мягкие, сочные, прекрасно наслаиваются, но, к сожалению, конечно, имеют свои минусы. Впрочем, я обо всем подробно рассказала в своем обзоре на них. Я оставлю ссылку в виде подсказки и в описании. Так что, учитывая факт того, что мне есть с чем сравнить, я могу сказать, что доступности оцениваю на 4 звезды. Одну снимаю за то, что есть за те же деньги карандаши, но лучше, потому что я все-таки всегда закладываю в понятие доступности не только возможность купить, найти их на прилавках, ну тот или иной продукт, но и стоимость. Я могу сказать, что данные карандаши заняли свое почетное место в моем антитопе. Мне они не подошли, не понравилось с ними работать. Профессионализма в них я не увидела вообще ни в чем, ни в упаковке, ни в технических аспектах, ни в дизайне самого карандаша. И я даже не знаю, кому я могу их посоветовать, кроме как варенчатый номер один, потому что их твердючие карандаши точно нужно заменить. Но если серьезно, то за такую цену есть аналоги и лучше. Даже мои первые ноунейм карандаши для раскрасок были, наверное, лучше. Точно. Кто-то спрашивал у меня про то, какие карандаши лучше, из фикс-прайса или виста-артиста. Ребят, однозначно, из фикс-прайса. Они лучше, правда. Как я уже говорила, у меня нет цели как-то обижать бренда, когда рассказываю о минусах их продуктов. Я искренне желаю бренду виста-артиста улучшать свое производство и в будущем радовать художников. Если, конечно, их самих, их покупателей все устраивает, то, наверное, мне сказать особо нечего. Значит, просто я не их потребитель. Это тоже нормально. Тем, кому мое мнение важно, ну или импонирует, если вы со мной недавно, я могу смело советовать аналоги. Те же Брутфунеры или Артикс. Они тоже есть за такую же цену, но 72 штуки. А данный продукт я не рекомендую и не советую. Я хочу поблагодарить всех за просмотр данного видео и прошу задержаться буквально прям на две минутки. И для начала я бы хотела поблагодарить своих спонсоров на Бусти. Ребят, огромное вам спасибо. Это Квин Марго и Манка Манка. Также я хочу позвать вас в свои соцсети. В паблике ВК больше как-то, наверное, про рисунки, про обзоры, мастер-классы. Ну, конечно, еще прямые эфиры я там иногда провожу. А вот в Telegram у нас больше творческого общения, обсуждения каких-то художественных личных тем. В общем, у нас там всегда классно. Ну и, конечно, я буду рада вашей реакции этому видео. Подписки, если вам со мной комфортно. Ну а я пошла тестировать следующие карандаши и писать мастер-класс на Бусти. Всем вдохновения. Пока-пока. От визуального смотра хотелось бы про... про-та-па-та-пу-та-пум.